Всем привет! С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Продолжаем рассказывать о секретах Google Диск, ссылка на плейлист в описании. Сегодня будет такой подбор для тех, кто набирает большие тексты в Google. Опять, кстати, я назвал Google Docs Google Диском. Оговорка по Фрейду. Итак, первая полезность создания оглавления. Очень большая полезность при работе над рефератами, диссертациями и т.д. Само по себе оглавление вставляется просто. А вот так. Все заголовки автоматически становятся пунктами оглавления. Параллельно они же являются активной ссылкой на условную главу. Собственно, на этом все, но как всегда разберемся уж до конца. Тут есть иерархия заголовков, как во всякой приличной научной работе. Глава первая, пункты подпункты. Ну вот собственно это мы сейчас и делаем. Глава это заголовок 1, пункты 2, подпункты 3. И теперь если обновить, то видим вот такую клевую историю. Глава, пункты и подпункты. И опять же глава 2, пункты и подпункты. Ну и соответственно оглавление мы можем вставлять как в начало документа, так и в конец документа. В любое, собственно, место документа, где в данный момент находится курсор. Оглавление может быть как с номерами страниц, так и без. Дальше сноски. Тоже важная часть оформления любой научной работы. Ох, сколько я помню потратил на них нервов на дипломе. Ну тут как в Word, если кто знает, как в Word. Вставка и сноска. Ставим курсор в нужное место. Горячие клавиши, кстати, Ctrl-Alt-F. И сноски как легко ставятся, так легко и удаляются, если вы захотите их удалить. Причем нумерация автоматически меняется. Вот была вторая, стала первая. Ну и в целом этого достаточно для написания хорошей научной статьи. Было бы о чем писать и кому. А по написанию вы можете ее сразу отсюда скачать в ePub. То есть получить готовую монографию, а то и книгу, если статья на это тянет. Еще при написании статьи вам может пригодиться автозамена. Это в настройках. Тут общие, не буду на них останавливаться, а тут уже ваши личные. Точнее, тут есть ряд предустановленных. Например, копирайт. Вот как вы поставите копирайт. Попробуйте вспомнить код с альтом. 0169 напомню. Ну вот, чтобы всякий раз не вспоминать, можно воспользоваться автозаменой. Торговая марка TM по-английски становится вот такой TM. А копирайт? Последовательность ввода не важна. Я сначала проставляю скобки, потом вставляю C. Все срабатывает по пробелу в любом случае. Ну, собственно, кроме предустановленных, вы можете добавлять в автозамену собственные символы или слова. Например, вы пишете работу по Google и чтобы каждый раз не писать Google, ставите, например, это слово с якорем G. То есть всякий раз, когда вы набираете G пробел, вы получаете Google. Но непосредственно Google не совсем подходящий пример, поскольку пишется он всегда с заглавной, а тут такое невозможно. Если вы напишите заглавную G, то он все слово вставит в верхнем регистре. Но какие-то другие слова в автозаполнение можно добавлять. Это сильно помогает. С якорем можно особо не волноваться. Любое странное сочетание букв. Работать якорь будет только когда стоит отдельно. Если буквы в составе слова, они не сработают. ST пробел становится сайтом. А вот прост пробел не станет ProSite. Поэтому якоря подбирать несложно. ST, если это сокращение от старшей, вы всегда будете использовать с точкой. А значит автозамен не сработает. Главное, конечно, не забывать сокращение. Я, например, так как часто пишу с вами Вова Ломов, поставил эту фразу на SVL. Очень сильно экономит время. Правда сделал это через Punta Switcher. Ну и последнее. Когда вы пишете научную работу, вам нужно периодически что-нибудь искать в интернет. Например, чтобы поставить ссылку и не быть голословным. Проще всего это делать прямо отсюда. Расширенный поиск и вот оно. Можно пойти почитать посмотреть, а можно сразу, если вы уверены в ссылке, вставить ее в статью. Появится как стандартная сноска внизу. А также если вы хотите проиллюстрировать свой текст, картинки для вставки проще искать тоже отсюда. Расширенный поиск и картинки. А вот такая соль. Плюсик добавляем. Следите только за соблюдением авторских прав. Те, кто устали от секретов, ничего не поделаешь, буду продолжать. Поскольку делаю в первую очередь для себя. Лучше сейчас день потерять, потом всю жизнь пользоваться. И радоваться. Все, любите друг друга. У каждого инструмента есть свой секретик. И гвозди забивать надо уметь. Я, кстати, умею. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.